Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Лариса Владимировна Бархатова, заведующая Одинцовской женской консультацией. Здравствуйте, Лариса Владимировна! Добрый день! Очень рада видеть вас в нашей студии. Сегодня поднимаем интересную тему, тему ЭКО. Что такое экстракорпоральное оплодотворение, Лариса Владимировна? Да, тема очень интересная, тема нужная. Экстракорпоральное оплодотворение – это тот метод, который даёт возможность иметь ребёнка тем парам, которые уже отчаялись, которых не получается забеременеть. И вот сейчас существует такой метод, он существует уже давно, когда, обходя какие-то нарушения, какие-то болезни, врачи научились давать желанного ребёнка паре, которые очень этого хотят. И если вернуться к истории, то первый ребёнок, как бы всем известный средств массовой информации, первый ребёнок – это Лиза Браун, которая появилась на свет в 1978 году. То есть с тех пор уже прошло почти 40 лет. Лиза родила уже своего ребёнка, совершенно здорового, и она рожала самостоятельно. То есть это доказывает то, что экстракорпоральный метод оплодотворения, он имеет право быть, существовать. В России первый ребёнок появился на свет в 1986 году. Тоже довольно как бы давно и уже и наработки, и исследования у нас существуют. И очень много специалистов, которые этим занимаются. Ну хотя это не лишает тем толком и обсуждением, которые ходят вокруг этого метода. Ведь в народе очень много мифов. То есть кто-то говорит, что могут родиться дети не такие, потому что это дети всё-таки из пробирки. Но практика показывает и доказывает совершенно другое. Да, практика доказывает другое, хотя, конечно, нужно отдать должное тому, что каждый метод имеет свои осложнения, имеет свои какие-то особенности. И если брать в общей массе, то, конечно, исходя из того, что родители-то не совсем здоровые, которые идут на этот метод, это не метод, когда вначале прибегают, да, ну вот там, допустим, по какой-то причине пару лет не получается забеременеть, мы сразу бежим на экстракорпоральное оплодотворение. Отнюдь нет. Конечно, этому предшествуют сложные методы обследования, какие-то методы лечения. Только если тогда, то есть это на самом деле, ну можно сказать, что родители-то не совсем здоровые. И, естественно, у какого-то процента случаев приходится ожидать, уже приходится ожидать нам количества детей, да, больше нездорового потомства. Но говоря о том, что дети рождаются, есть и здоровые дети, и достаточно большое количество их, то я думаю, что те толки и споры, которые ходят вокруг этого метода, не имеют под собой смысла никакого. А если опять-таки к статистике обратиться, да, то на сегодняшний день около 10 миллионов таких детей во всём мире. Если весь мир взять, да, то есть это население огромного города, и эти дети живут, они здоровы, они работают, учатся, становятся, имеют свои достижения, да, во всех отраслях, и имеют свои детей, самое главное. Но всё-таки этот метод, ну, на мой взгляд, он частично из области фантастики. Получается, ребёнок появляется в пробирке? Ну, наверное. Наверное, раньше об этом ещё не думали. А если серьёзно, да, Лариса Владимировна, насколько сложный этот метод, и возможно ли его получить бесплатно, и пройти его бесплатно на сегодняшний момент? Этот метод достаточно серьёзный, сложный, и это не каждый врач этим занимается, не каждый обшир-гинеколог этим занимается, то есть должна быть достаточно серьёзная, длительная подготовка врача. Это достаточно дорогостоящий метод, то есть это, ну, намного больше, чем 100 тысяч стоит, там 150, 200, 300, в зависимости в разных клиниках стоимость этого метода. Но у нас уже давно в России существует программа поддержки бесплодных пар, и у нас сейчас практически все могут получить бесплатно квоту на бесплатное КО. То есть по системе ОМС идёт финансирование, достаточно серьёзное, достаточно в больших объёмах. То есть это уже на уровне правительства запущена программа? Это на уровне правительства, да. И практически, я не знаю, кто бы не смог получить из жителей России, жителей России, естественно, мы об этом говорим, кто не может это получить бесплатно. То есть имеют право практически все. Главное, чтобы здоровье позволяло паре супружеской пойти на эту процедуру. Что необходимо? Какой пакет документов нужно собрать, чтобы получить данную квоту? Я расскажу систему, которая существует в Московской области. То есть в Московской области по системе ОМС женщина может, женщина, которая показана, уже эта процедура, которая, естественно, обследована, прошла какие-то методики лечения, либо там, ну, в зависимости от возраста, от заболеваний, показания определяются врачом, врачом, акушер-гинекологом. Поэтому прежде всего нужно подойти женщине или супружеской паре к своему акушер-гинекологу. Дальше будет обследование и выяснение причин бесплодия. И если есть показания, то любой врач в нашей консультации или в нашем районе, или в области направит женщину на консультацию, на комиссию в Московский областной научно-исследовательский институт, или, как мы его называем, маниак, который находится на покровке 22, потому что там находится комиссия. То есть там еще разучек, все врачи собираются и рассматривают и документы, и обследуют женщину, и смотрят ее обследование, и гинекологический осмотр она там проходит, и анализы, и супруга как бы смотрят. И если действительно это уже метод единственный, который остался у этой пары, тогда они получают направление на квоту. Но все-таки это вполне себе реально и никаких сложностей не вызывает. Особенно для тех, кто очень много лет ждет пополнения в семье. Да. То есть это реально, и это проходит быстро. То есть сейчас нет очередей, потому что на самом деле наше правительство выделяет большие деньги. Наше правительство заинтересовано в том, чтобы каждая пара получила или имела своего ребенка. Но методы есть, конечно, разные. Экстракорпоральное оплодотворение все зависит от того, бесплодие это мужское, бесплодие женское, либо вообще-то неясно. И такие бывают методы, когда вроде и женщина, и мужчина здоровый, у них детей нет. То есть и в таких случаях, таких 10%, но тоже показано. Но есть разные ситуации, когда нужно прибегнуть именно к этому методу. Если говорить о болезненности, болезнен ли этот метод? Ну, скажем так, это все терпимо. Ради того, что будет потом долгожданный, желанный, ненаглядный ребенок, продолжение рода, то, в общем-то, ну, нельзя сказать, чтобы это совсем уж так, как пройти мимо или как пальчик уколоть. Но, тем не менее, это все терпимо и достижимо. Лариса Владимировна, вы наблюдаете таких мамочек, которые провели уже ЭКО. Отличается ли ход беременности вот именно у таких пациенток? Вы знаете, сама беременность, потому что она ЭКОшная, не отличается. Отличается только, может быть, потому что предшествующие какие-то нарушения, они же были, это были изменения в организме, которые даже если бы женщина самостоятельно забеременела, то все равно бы мы уделяли ей такое именно внимание, потому что у нее там, например, или заболевания крови, или какие-то тяжелые другие соматические заболевания. То есть, хочу сказать, что сама беременность, как беременность, как такова, она не отличается от обычной беременности, которая наступила самопроизвольно. Более того, есть, например, такие случаи, ну, как отсутствие маточных труб. То есть, женщина вроде как здорова, ну, по каким-то там особенностям, иногда будут физические особенности, иногда будут воспалительные заболевания. То есть, в принципе, организм здоровый. Ну, это вообще здоровые женщины, и они эту беременность носят прекрасно. Ну, и, собственно, как и протекает беременность, как протекают роды. Точно так же? Точно так же. В зависимости от каждого случая? То есть, нет никаких особенностей? Нет, нельзя сказать, чтобы вот как-то в общей массе нужно именно так вести роды от улыкошных женщин, а и по-другому вести там, где самопроизвольные роды. Но если есть показания, это будет кесарево сечение. Если есть показания для самопроизвольных родов, значит, это будут самопроизвольные роды. Если есть показания для преждевременной госпитализации, значит, женщина раньше будет с врачом рекомендована госпитализация и так дальше. Ничем не отличается беременность. Точно так же, как ничем не отличаются дети от сверстников, от других детей, которые, например, в школе. Вот этот ребенок после ЭКО, а этот ребенок... Они одинаковые. Да, они совершенно одинаковые. У них все, у них развитие, у них умственные способности. Зависит только от генетики, наверное, ну и от усидчивости, от трудолюбия. Лариса Владимировна, является ли ЭКО 100% гарантией, что беременность, долгожданная беременность наступит? Или все-таки это зависит от совокупности нескольких факторов? Нет, если брать в общей массе, то эффективность ЭКО 35%. Но это зависит, опять-таки, от состояния организма женщины, и очень часто это зависит от возраста. Если это молодой возраст, то это будет, может быть, и 40, и 50, если взять одинаковых женщин, да, там от 20 до 30 лет. А если у нас же сейчас очень часто пары, там, женщины, сначала хотят карьеру себе, да, создать, и чтобы потом, как они думают, нужны деньги большие для воспитания детей, так немножко неправильно, потому что, когда уже к 40 годам, допустим, организм-то всё равно как-то вот изнашивается, да, скажем так, болезнь немного приобретается. И очень часто бывает, что потом уже, ну, самостоятельная беременность-то не наступает, и все думают, что вот я сейчас пойду на ЭКО всё сделаю. Нет, после 40-42 лет там вообще полтора процента эффективности, вот по статистике. То есть, опять-таки, где-то рождение, да, должно быть, свой возраст есть. То есть, чем раньше, тем лучше. Конечно, это не должно быть совсем юной женщиной, но вот от 20 до 30 лет – это самый идеальный возраст для рождения детей, когда ещё и болезней нет, когда ещё и организм здоровый, такой окрепший. Ну, и детки тогда вообще-таки в общей массе более здоровые получаются. Лариса Владимировна, давайте напомним ещё раз нашим телезрителям, какие необходимы документы для того, чтобы получить квоту на ЭКО. Значит, для того, чтобы получить квоту на ЭКО, должны быть, естественно, паспорт и полис, должен быть приём акушер-гинеколога. Акушер-гинеколог выписывает направление в Московской областной института акушерства и гинекологии обследованным женщинам. И тогда там решается вопрос о выделении вам квоты. Лариса Владимировна, где проводят экстракорпоральное оплодотворение? Вы знаете, что сейчас проводят экстракорпоральное оплодотворение, прежде всего, это МАНИАК и МОПЦ. Это государственные учреждения в нашей области. Но и также бесплатно проводится эта процедура во многих платных центрах, которые получают квоты по ОМС. То есть многим платным клиникам, их больше 20, у них есть договор с областным фондом медицинского страхования, они заключают договор, и им оплачивают наши бесплатные вот эти процедуры. То есть женщина может рассчитывать не только на то, что ей, допустим, МАНИАК или в Балашихе, это областной перинатальный центр, делают. Кстати говоря, что в этих двух центрах очень хорошо делают, и большая результативность, эффективность. Но и если вдруг там женщине какой-то присмотрелся платный центр, да, но у неё, естественно, финансы-то очень большие для того, чтобы эту процедуру провести, то она точно так же может получить эту квоту в тот центр, если он работает, если у него есть квоты по ОМС. Ну вот за всей информацией можно обратиться к вам в медицинскую женскую консультацию. Пожалуйста, приходите к нам, и любой врач в нашей консультации всё расскажет, объяснит, обследует и направит вас в наш головное учреждение, это Московский областной институт акушерства и гинекологии, где вам обязательно помогут. Спасибо, Лариса Владимировна. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите своё здоровье и здоровье своих близких. До свидания. До свидания.